Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Преподобный Иоанн Лествичник говорит, «Верующий с нам подобен гонящемуся за своей тенью и покушающемуся поймать ее. Верующий с наведением вполне не искусен, а не верующий никакому сну истинно любомудр». Также и святитель Игнатий Брянчанинов наставляет, «Безрассудно внимать, тем более доверять снам, и какой страшный вред может родиться от доверия к ним». Таким образом, святые отцы в качестве общего правила запрещают придавать снам какое-либо значение и тем более рассказывать их другим в качестве откровений из потустороннего мира. Но поскольку всем людям определено видеть и иногда помнить сны, стоит как следует разобраться в том, как же следует к ним относиться и почему. А поможет нам в этом книга, которая вышла в свет в издательстве Борисова и называется «Сновидение. Жизнь души во сне». Об этой книге далее в нашей программе. Итак, что такое сновидение? Можно ли им верить? А если да, то каким из них? Что думает о снах православная церковь? Что говорит по этому поводу Священное Писание? Какого мнения о снах святые отцы церкви? Все это важно для каждого человека, потому что сны снятся всем, поражают порой наше воображение и явно свидетельствуют о чем-то важном. О чем же? По всему ясно, что этот вопрос не нейтральный, не безразличный для нашей душевной и духовной жизни, для нашего спасения и непростой. Из приведенных в этой книге примеров и из собственного опыта мы можем убедиться, что на карту может быть поставлена вся жизнь и все преуспеяние человека. И от правильного, взвешенного и точного отношения к снам может зависеть в таком случае спасение или гибель. И первый вопрос, на который отвечает данная книга, звучит так. Откуда приходят сны? Первым делом автор-составитель приводит мнение Аристотеля, который считал, что сновидение есть игра одного воображения, и притом бывает только во время легкого сна. В воде мутной не отражается ничего, в воде текущей отражаются предметы, но не совсем правильно в виде большим или меньшим. Только чистая и стоячая вода отражает предметы в их естественной величине и ясно, как в зеркале. То же бывает, говорит Аристотель, и во время сна. Когда фантазия возмущена, душа не представляет ничего, не видит снов, это обыкновенно случается с детьми, и теми, кто крепко спит. Но по мере того, как испарения, происходящие от пищи, перевариваемые в желудке, становятся тоньше и легче, душа начинает фантазировать. Это бывает обыкновенно во время легкого сна и при пробуждении. Блаженный Августин, великолепно знакомый с античным наследием из Библии, отвечает Аристотелю. Хотя и в теле часто бывают причины сновидений, но не тело производит их, потому что тело не имеет такой силы, чтобы образовать что-либо духовное. А вот мнение преподобного Симеона Нового Богослова. Чем душа занята и о чем говорит наяву, о том мечтает или философствует она и во сне. Проводит весь день в заботах о делах человеческих. Об них же суетится она и в сновидениях. Если же она все время поучается в вещах божественных и небесных, то и во время сна она входит в них же и умудряется видением. Вот как объясняет это высказывание замечательный православный автор XX века Николай Евграфович Пестов. Душевная жизнь человека не прекращается и во сне. Да она и не может прекратиться, поскольку душа бессмертна. Только во сне отнята наша воля по отношению к телу, и вместо обычного сознания появляется так называемое подсознание. Что жизнь души никогда не прекращается, доказывается с нами. Об этом же пишет и святитель Лука Война-Ясенецкий в своей книге «Дух, душа и тело». О том, какие бывают сны, рассказывает следующая глава книги. Преподобный Никита Стефат, ученик преподобного Симеона Нового Богослова, разделяет сны на простые, видения и откровения. Из этих видов сновидений первые свойственны людям чувственным и плотолюбивым, для которых Бог чрева, ум их объят тьмою, по причине нерадивой и страстями истертой жизни, и над которыми издеваются бесы посредством мечтаний. Вторые – старательным, ревнителем, очищающим душевные чувства и чрезвидимое благодетельно возводимым к постижению божественных вещей. Третьим – совершенным, действенно посещаемым божественным духом и соединенным с Богом душой. Не у всех людей сновидения бывают истины, но у тех, ум которых очищен и чувства душевные просветлены, у которых нет попечения о житейских вещах, не заботы о настоящей жизни, а плоды и труды по Богу обрели покой во святилище Божьем и в видении сущего и высшей премудрости. Обратившись к Библии, мы найдем в ней все три перечисленных рода сновидений. О простых снах-мечтаниях говорится в книге Иисуса, сына Сирахова. «Безрассудные люди обманывают самих себя пустыми и ложными надеждами. Кто верит снам, тот подобен обнимающему тень или гонящемуся за ветром». Сновидения совершенно то же, что отображение лица в зеркале. О таких снах говорит и книга Экклезиаста. Сновидения бывают при множестве забот и продолжают. Во множестве слов много суеты. В Библии мы встречаем также множество сновидений, требующих истолкования. Способность истолковывать сны, конечно, была сверхъестественным даром, так как эти сны известны только единственному верховному виновнику их. Например, Иосиф получил божественное откровение истолковать сон Хлебодару и Виночерпию, а впоследствии Бог приводит Иосифа, чтобы он растолковал сон фараону. Пророк Даниил по божественному внушению напомнил и разъяснил забытый сон о бесполине на глиняных ногах на выходоносору. Знаменателен и сон жены Понтия Пилата. Перед казнью Спасителя она говорила Пилату, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Наконец, к снам откровениям мы без сомнения можем отнести видение Иоакова таинственной лестницы, соединевшей небо с землею, по которой сходили и не сходили ангелы Божии, а наверху стоял сам Господь. Этот сон, несомненно, свидетельствовал о неусыпном промысле Божьем, о мире и человеке, о том, что ангелы – суть служителей Божий, между людьми, и что сам Господь есть Верховный Владыка и промыслитель всего сотворенного». В Новом Завете, в первой же главе первой из Евангелий, мы встречаем сон откровения праведного Иосифа, усомнившегося в детстве причистой девы. Когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго». Волхвы получили во сне откровение не возвращаться к Ироду, а после их ухода ангел Господень является во сне Иосифа и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там доколе не скажут тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Наконец, по смерти Ирода, ангел еще дважды является Иосифу во сне, сперва с вестью о смерти Ирода и повелением вернуться в землю Израилеву, а затем с указанием поселиться в Галилее. Так через сны Господь являет свою волю о спасении всего мира, вершину божественного промысла. Но, повторюсь, не каждому дано видеть истинные сны и толковать их. Подытоживая все написанное в этой книге, автор-составитель приводит советы святых праведников о том, как все-таки нужно относиться к сновидениям. «Если сны побуждают нас к добру, — пишет он, — и удерживают от зла, то считайте эти сны перстом Божьим, указывающим вам на небо и отклоняющим вас от дороги к аду. Если вы же не уверены или не имеете разумной причины думать, что сон происходит от Бога, а в особенности, если сон касается неважных, безразличных предметов, тогда нет надобности обращать внимание на сны и устраивать по ним свои действия. Наконец, если сон соблазняет человека на грех, то он есть следствие нашего испорченного, расстроенного воображения, нашей фантазии, или же он происходит от того, от кого досохранит нас Бог своей благодатью. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам приятного чтения. Новинки православной литературы спрашивайте в церковной 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 литературы